Крупный пожар в Багучанском районе Красноярского края. На территории промбазы горит 20 тысяч квадратных метров спиленного леса. В поселке Таежный Багучанского района Красноярского края на территории промбазы произошло загорание штабеля леса высотой примерно около 20 метров. А в партизанском районе горят вагоны, груженные деревом. Пожар начался в пятом часу утра в тупике на станции МАНа. Огонь охватил четыре вагона, груженные кедром, две сторожки, а также находящиеся рядом штабеля леса. Мало того, 24 июля в Красноярске уже было похожее событие. Ранним утром произошло крупное возгорание пиломатериалов. Крупный пожар произошел сегодня утром в Красноярске. В северном на улице Башиловской загорелась пилорама. Сигнал о возгорании поступил в половину седьмого утра. Огонь охватил около 900 квадратных метров. Только на локацию пожара потребовалось два часа. Ну а если кроме шуток, горит пилорама соседская. Также 21 октября в Новосибирске произошел крупный пожар. Неудивительно, если все эти события как-то связаны. Терпение у красноярцев, по всей видимости, уже лопнуло. Люди начинают бороться с произволом партизанскими методами. Новость, которая прошла незаметно. В Красноярском крае, возможно, появился отряд неких партизан, которые препятствуют вывозу леса в Китай. Причем название района интересное. Партизанский. Пресса на тот момент отрапортовала, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного МВД. И никаких подробностей и обстоятельств случившегося, равно как и возможных причин возгорания, на тот момент сообщено не было. На самом деле туда приехали все. Каких только служб там не было. Горел пиломатериал, приготовленный для перевозки. А перевозки куда? Понятное дело, в Китай. Специально подожгли Сибирь, чтобы вот так вот грамотно все воровать, чтобы все по документам было ровно. А это сгорело. Ни хуя не сгорело. Вот оно, братан. Китай пошел. Вагонами, блядь. Вот, Володя, блядь. Мутит как. Вот так вот. И после этого, возможно, кто-то решил стать новыми партизанами-диверсантами и действуют они решительно. По принципу, если не нашим, то тогда и не вашим. Субтитры создавал DimaTorzok